Бывший чемпион Тайсон Фьюри рассказал о планах до конца 2019 года и затронул тему боев с Диллианом Уайтом и Дван Тейм Вайлдером. Не думаю, что бой с Диллианом Уайтом за место обязательного претендента состоится. Мне это не очень интересно. Уайт бомж. Если он захочет, я его изобью и нокаутирую. Сначала я пройду Тома Шварца, а потом люди подскажут, что делать дальше. Я хочу быть активным и провести три боя до конца года. Ну а там, если Уайлдер будет готов к тому, чтобы ему снова надрали задницу, я это сделаю. Ассоциация добровольного тестирования на допинг ВАДА обнародовала результаты проб за год взятых у мексиканца Сауля Альвареса. Альварес проходил допинг-тесты в рамках программы «Чистый бокс», организованном ВАДА и совместно с WBC. Поздравляем Канело с успешным завершением годичной программы добровольного допинг-тестирования ВАДА, говорится в сообщении организации. Таким образом, все пробы, взятые у мексиканца за этот период, были отрицательными. Также Сауль Альварес стал рекламным лицом WBC. Теперь в каждом бою дивизиона Альварес будет официально представлять WBC. Глава WBC Маврюси Сулейман. Канело будет представлять WBC во всех своих боях. Он – лицо WBC. И в любом поединке и в этом весе он будет официально представлять WBC. Голливудский актер и продюсер Марк Уолворк, который является поклонником казахстанского боксера Геннадия Головкина, предстал всю продюсером нового видеофильма от Triple G, за съемку которого отвечала DAZN. Фильм, посвящен предстоящему поединку Головкина с канадским боксером Стивом Роллсом, выйдет под названием «40 дней». Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы подчеркнуть Геннадия и его уникальный подход. 40 дней мы со съемочной группы находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят, как Джонатан Бэнкс и я готовились к поединку в Мэдисон-сквер-гарден. Когда мы посетили лагерь Головкина в Биг Бэйр, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолборга и Питера Берга, рассказал представитель DAZN Джейми Горвиц. Билли Джо Сондерс крайне недоволен высказываниями о нем Геннадия Головкина. Пару дней назад журналисты спросили Головкина, что он думает о бое с Сондерсом, на что Геннадий призвал задавать ему серьезные вопросы, о британсе забыть. Билли ответил Triple G в своем инстаграме в разделе истории. Сначала он публикал скриншот переписки с промоутером Головкина Томом Лефлером, который пообещал ему устроить бой, подписав его. Triple G, ну и кто теперь баба? Затем британский боксер показал фото с поясами чемпиона мира WBO в среднем и супе в среднем весе, сопроводив его подписью. Два пояса это не серьезно? Бывший чемпион Амир Хан проведет выставочный поединок с бойцом ММА, об этом сообщает Daily Mail. Источник утверждает, что Хан заработает за этот бой около 7 миллионов евро. Предполагается, что поединок состоится 27 июля и пройдет по правилам бокса, но в официальный зачет он не попадет. Японский рекордсмен Кусей Танако вернется на ринг 24 августа в Нагое, Япония. Вторую защиту титула WBO на легчайшем весе он проведет против 28-летнего порториканца Джонтона Гонсалеса. Гонсалес находится на серии 4 побед подряд. Напомню, несмотря на малое количество боев, Танако чемпион уже в третьей по счетной категории. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok